Ребята, всем привет. Такая обстановка на Сочинском пляже. Мы находимся на Русалочке, Ламайка. И ловим последние моменты уходящего лета. Хотя в Сочи лето будет продолжаться еще месяца полтора. Людей довольно-таки много. Это вечер. 6 часов вечера. Водичка такая мухноватая, но люди купаются. Видите, обеды от 150 рублей. Там уже блюд практически не было, поэтому я не заходила. Это надо днем заходить, когда все выставлено на показ. Ну, ни разу, честно говоря, там не кушали. Не могу сказать, вкусно или невкусно. Пляжик такой небольшой, окружен двумя волнорезами. И людей довольно-таки много. Но все места хватает. Смотрите, многие жалуются, что якобы нет места для людей, которые хотят на полотенчиках полежать. А все заставлено лежаками. Нет. Смотрю, нормально лежат на полотенчиках. Видите, пляж разделили пополам. И стоят зонтики и эти качели. И оставили место для людей, кто привычки на одеялке, на полотенчике лежат. Ну, хочу заметить, что вода мутная. Ну, вообще местные здесь стараются не купаться, потому что рядом выходит речка. И вот эта вся плохая грязная вода, она фактически здесь. И сейчас я пройду дальше на Ласточку. Сначала на Кубу, потом на Ласточку. Там водичка должна быть почище. Я когда тоже на море приехала первый раз, для меня это тоже казалось. Вода чудесная, прозрачная. Пока мы не отъехали на машине, наверное, километра 4 или 5 от города, а там вода чище. И тогда я поняла, что нельзя купаться на территории Сочи, Лазарес, Квадлера. Надо куда-то в сторону отъезжать, там водичка будет почище. Такая небольшая парковка бесплатная. Сюда можно заехать. И еще один пляжик, прямо рядом с русалочкой, сон и у моря. Пляж свободный. Можно что-то заказать здесь покушать. Бургеры в основном. И сколько я здесь не хожу, людей здесь почему-то нет. Я именно за столиками. Ну, а пляж выглядит вот так. Маленький, уютный, приватненький пляжик. Мелкая галька. Для детей вообще волшебно. Да что сказать для детей, для взрослых тоже. А то ходим, корячимся, заходим, как, я даже не знаю, как йоги в море на больших булыжниках. Хочу заметить, что раньше почему-то вот такую, в основном, вот такая была галька крупная, видите. А сейчас вот такая мелкопесчаная галька. Сейчас 6 вечера. И вода начнет теплое и тепло купаться. Видите, люди еще приходят. Вечернее купание. Пальма шикарная. Шикарная какая пальма. Я вот о такой пальме мечтаю к себе на участок. Ну, не знаю, сколько это стоит. Наверное, 100 тысяч точно. Почему здесь никогда никого нет? Вот прихожу в кафе, никого нет. Никого. Даже кофе никто не пьет. А столики всегда стоят. Эх, и давно я уже променад не делала с камерой. Как-то немножко комплексовен. И меня смотрят, а я стесняюсь, Дима, стесняюсь. Говорю тихо. И они так все прям прислушиваются, что я говорю. Я же как-то непривычно. Мне давно этим делом не занималась. С вами проследуем буквально 200 метров и попадем на пляж Куба. Причем это все пляжи. Фактически открытая зона, только вот здесь закрытый. Пляж санатория Октябрьский. Ну, вы можете сюда попасть, если вы проживаете на территории этого санатория или же платно. Хотя территория должна быть открыта по закону. Но закон у нас не везде соблюдается. Мы пытались зайти, сказали платно. Конечно, их можно понять. Будут люди приходить бесплатно лежаками, пользоваться кому-то надо и за ними убирать. Но, с другой стороны, такой довольно-таки большой кусок моря они отхватили. Можно было и поменьше, потому что нас, простых отдыхающих, больше, чем людей, проживающих в этом санатории. Мы подглядели за отдыхающими, которые находятся на территории этого пляжика. И сейчас мы с вами попадаем на территорию пляжа Куба. Платная парковка. Парковка стоит час 200 рублей, один день 800, одна ночь 500. Здесь инвалидные места, но, как правило, они всегда заняты. Температура воздуха сейчас 27, температура воды в море 25 градусов. Сейчас 66 вечера и люди так же стекаются на пляж, чтобы искупаться. Входим на пляж. У нас что у нас здесь? Шезлонг 200, зон 200. Один шезлонг, один зон 500 рублей в день. Мы сюда приходили с ребенком. Я, конечно, не очень люблю этот пляж. Вода здесь все-таки мутная. На ласточке мы пройдем, там будет дальше вода более прозрачная. А здесь... Ну, сейчас давайте спущусь, покажем, какая вода. Видите, вот такой длинный-длинный волнорез. И дети на нем любят купаться. Можно по нему довольно-таки далеко уходить в море и прыгать в глубину. Ну, это для тех, кто умеет плавать, и кого родители отпускают. Здесь детей больше всего. Они тут и щучкой прыгают, и топориками. Или чем они тут только не прыгают? Бомбочками. Вот он пляжик. Узнаете знакомые кадры. Кто уже отдыхал или кто приедет у нас на бархатный сезон. Заманиваю, заманиваю. А для других это ностальгия. Сейчас посмотрим, какая водичка здесь. Мутненькая или чистенькая? Ну, можно сказать, мутная вода все равно. Даже здесь. Мы ушли подальше от той речки, все равно мутная. Вот такой практически песок. Какая далька мелкая. Ну, как каменистый песочек. Что-то простят мне отдыхающие, кто любит эти пляжи. Не люблю я их почему-то. Вот меня как-то давят вот эти вот волнорезы, которые как близко расположены друг от друга. Вот как-то все это... Ну, нет простора для взгляда. Нет вот такой, прям приехал ты на море, и ты отдыхаешь, и у тебя все восхищает. Почему-то, не знаю, ну, не знаю, вот эти вот ступени. Может для кого-то это удобно сидеть. Ну, меня вот чуть смущает, не знаю. Простите меня, конечно. Вот Ласточка пляж. Он прям такой взглянул вдаль и прям балдеешь. Днем здесь очень много людей. Такая скученность все-таки. Прям никакой социальной дистанции к коронавирусу. Социальная дистанция будет у нас на Черноморском побережье. Какая-то социальная дистанция. Хоть бы места всем хватило. Но это сейчас так просторно, потому что уже седьмой час. А днем здесь народу много. И ступенечки даже все заняты. Я всегда думала, счастливые люди, кто здесь живет. Я вот уезжала с такой мыслью, боже, какие вы счастливые. И вот я живу здесь. Надо же. Видать, я так хотела сюда переехать, что я сюда переехала. Смотрите, пацаны плывут. И видно вот плавки, какого цвета у них рисунок. Вода здесь чище, ребята. Не купайтесь на тех пляжах. Не купайтесь. Приходите сюда. Здесь водичка получше. Мало ли. Эх, Владики нет, а то бы он тоже попрыгнул. Ой, чьи-то пятки вижу. А, тут у нас дайвингом занимаются папа с сыном. Интересно, что нашли, не нашли. Смотрите, какая вода. Все видно. Крабиков ловит, крабиков. У меня Владюха также крабиков ловит. Проход закрыт, но детям это не помеха. Это драли железо, залазит. Да что дети, взрослые даже. Сейчас будут прыгать взрослые тоже. Причем дети прыгают быстрее решаются на прыжок, чем взрослые. Смотрите, пацан прыгнет, а взрослый будет стоять. Да подожди, я сам прыгну, я тебе покажу. Да ладно, я прыгну первый. Васьки моего здесь нет. Он бы сейчас здесь попрыгал. Вот про что я вам говорила. Смотрите, пришли мы на дальний пряж. А какая здесь вода. Я не знаю, камера передаст или нет. Вот я стою на волнорезе и видно все камни. Она здесь прозрачная. Идеально. Ой, а тут у нас прям такой белый-белый песочек. Посмотрите. Прям привозной, речной такой у нас в Волгограде. Такой был песок. Классный, мягкий. Ой, рада я не знаю, что за задумка была. Что-то делали-делали. И к концу лета не доделали. Но песок был завезен. Что-то там какая-то сцена, подиум. Ну вот эти штуки, не знаю, сдают их в аренду? Не сдают. Ну подушек нет, наверное, не сдают. А, не доделали ничего. Видите, зона отдыха, деревья. А кому-то и так хорошо. А вообще для детей кайф. Речной песок. Отлично. Там-то с камнями много не поиграешь. Ну, такой приятный песочек. А, это трибуна. Не трибуна, ну, трибуна, да, для зрителей, кто будет смотреть игры. Волейбольные. Пляжный волейбол. Не, ну, конечно, идешь прям по такому песку. Такое ощущение, ты на море, да еще и по песку. Вообще, я прям балдею. Такое забытое ощущение, как будто ты на речке. В Волгограде. Кстати, в Испании такой же песок. Я думала, будет зона более загружена какими-то павильонами, зонами отдыха. Развлекаловками. А довольно-таки просторно. Да и людей здесь никого нет. И детей нет. Может, днем ли все занято? Лежат люди, просто так на песочке отдыхают. Не знаю. Павильоны поставили. А, это для серфинга и для дайвинга. Детские городки здесь. Интересно, этот песок переживет зиму? Все коты-мамайки сюда годить будут ходить. Детей никого нет. Слушайте, и людей в кафе нет. Наверное, все уже разъехались к первому сентябрю. Вообще, это кафе очень поздно поставили. Мы приходили сюда в июле. Его еще делали. Ну, как-то поздно они решили. Но делали основательно. С таким, с керамогранитом. Полы, видите. Столовая. А так всегда мало людей или днем много людей? Много? А я тут думаю, что-то никого нет. Там никого нет, здесь никого нет. А там вот та зона, там люди лежат, сидят на песке? Сидят, лежат и стоят. Можно я сниму цены? А? Сниму цены, можно? Да. А как называется кафе? А то спрашивает, говорит... Санта-Клара. Как? Санта-Клара? Это вот в конце ласточки кафе Санта-Клара. Ну вот винегрет с опятами 100 рублей. Салат с ананасом с топченой курицей 150. Мимоза 150. Агурцы 80. Это все равно такие хорошие. Смотрите. Вот так все выглядит вкусненько. Ой, такие трогательные хинкальки маленькие. Большая кафешка. Приятно покушать. Надеюсь, что здесь вкусно. Ребята, кто кушал, напишите. Рядом пляж, полы чистые убирают. Вообще, смотрю, столы чистые, все чистое. У нас там дальше еще одно кафе. А, здесь у нас делают чебуреки. Это в том году была чебуречная. И в этом году они встали чуть дальше. И людей у них также много. Но чебуреки у них реально вкусные. Обалденные. Вот пляж, который мне нравится. Провожаем лето. Будем скучать по нему. Какой у нас ждет зимний сезон с этим коронавирусом, неизвестно. Так что наслаждаемся, отдыхаем и кайфуем. Все-таки заманил меня этот чебурек. Возьму чебурек. Здрасте. Это в том году вы стояли, да? Это вы делали, да, в том году? Ага. Вот чебуреки с мясом 100 рублей, с сыром 120. С мясом не закончились, остались только с сыром. Ну, вот такие чебуреки. Мы, как всегда, с семьей ходим чебуреки едим. Я одна ем чебуреки. Тесто вкусное. Сыр такой сулугуни, как я понимаю. Ну, вкусно. Ну, как всегда. Только жирновасто. Но с мясом было бы лучше. Хотя, может, я голодный, но жирновасто, конечно. Но вкусно. Ну, фигура позволяет, можно съесть. Простите. И начинки много. Приятно видеть, что люди у нас еще играют в спортивные игры. А не только. Литр булл. Молодцы. Причем взрослые все. Мужчины, парни, взрослые. Массаж у нас стоит вот столько. Спинка 700 тысяч. Общий 1802. Детский стоит у нас 700 рублей. Антицеллюлитный 200 тысяч. Самый дорогой. И задняя часть спиноноги 1500. Бунгало стоит 1 час 400 рублей. День 2,5. Можно взять вот такую беседочку. Причем, вот девчонки мне сказали, что стоит она полторы тысячи. Дешевле, чем вы возьмете бунгало. Там вы сделаете шашлычок, мышлычок. С мужичкой посидите, отдохнете. Пойдете, искупаетесь. Лежаков нет. Тут прям свободная зона для людей, кто на полотенчиках отдыхает. И комфортно. Видите, места хватает. Всем никого не выгоняют, не говорят. Уйдите. Мы тут поставим лежаки, как в некоторых роликах, которые в соцсетях выставляют, что людей выгоняют с пляжи или заставляют платить, если он сидит рядом. Человек, например, рядом с зонтиком, на него падает тень. Здесь такого уже 100% не будет. Ох, а здесь вода прям самая лучшая. Посмотрите, я вот захожу в воду, и видно, что у меня ногти накрашены. Я уже захожу практически по колено. Все видно, и камни. Так что я вам показала, где нужно купаться. Приходите сюда, самый конец ласточки. А вода теплая, реально теплая. Вечером вот так хочется занырнуть. Для кого-то отпуск уже закончился. Ну, а для кого-то он еще в полном разгаре. И у кого-то даже еще впереди бархатный сезон. Отпуск в сентябре и октябре. Ну, еще такое отхождение от темы. Я бы не советовала купаться рядом вот с этими большими ливневками, в которых сейчас вода потекает. Ну, я вас уверяю, здесь течут не только источные воды обычные, но также и то, что недобропорядочные домовладельцы сбрасывают ливневку. Мы с ребенком также купались недалеко от такого ручья, где непосредственно в море он впадает, и потом мы принесли ротовирус. Стоит учесть, что мы на пляже вообще не едим. Я ничего не беру с еды на пляж. Даже воду не беру. Потому что мы приходим час-полтора. А, нет, воду беру, чтобы рот сполоснуть. Вот единственное, когда мы уходим с пляжа, и все. То есть мы ничего на пляже не едим. Я не беру никакую еду, ни яблочки, ни конфетки. Ничего не беру. Только воду сполоснуть рот, умыться и все. И ребенок принес ротовирус, и прям очень тяжело выходить из этого состояния. Так что, у нас, знаете, здесь вот эта вот зловонная лужа имеет слегка запах такой канализационный, неприятный. Ну, люди многие не знают, отдыхают рядом. Там, в принципе, ну что, кажется, подтекает и подтекает что-то. Вода прозрачная, кажется, чистая. А нет. Ну, кстати, у нас на Мамаке, около определенных домов, приезжаешь всегда, течет что-то. Всегда. И с запахом течет. Так, а у нас какая здесь водичка? В самый конец пляжа мы пришли. Посмотрим, насколько она здесь прозрачная. Я попробую туда пройти, если не скользко этот полнорезник этот. Смотрите, какая здесь чистая вода. Вот даже все камушки, даже мелкие на дне видно. И большие валуны, и мелкие камни. Самая чистая вода на Мамаке, наверное, в конце пляжа. Так что, если вы особенно с детками приходите, лучше сюда. Не поленитесь и дойдите. О, как романтично на закате. Дима, ты такие кадры не любишь? А я люблю, когда вот так вот, засвеченный солнцем. Прям обожаю фотографии. Такая пара идет. Надо туда не упасть. А, тут целый городок палаточный. Ой, я дальше туда не пойду. Я поняла, Дима здесь приходил, снимал. И здесь люди проживают в палатках. Здесь кемпинг. Не будем их тревожить, смущать видеокамерами. Ну, такая у них зеленая зона здесь. Палаточки. Много палаточек. Вон там дальше еще палатки идут. И здесь люди дикарями проживают. Так что, в Сочи есть отдых на любой вкус. Хотите вы хорошие номера в гостинице, дорогие, в отеле. Хотите, можете, знаете, квартиру, хостел. Элементарно поставить палатку и жить бюджетно. Наедине с природой. Главное, чтобы дождя не было. И шторма. Ну, я как-то не осуждаю такой отдых. Некоторые говорят, фу-фу-фу, как это так, неприятно, некомфортно. Туалита нет, воды нет. Ну, люди ходят, например, в походы. Живут в палатках. И детей приучают. Потом и дети ходят в такие походы. Девочки направо, мальчики налево в лес. Ямку выкопали, сделали импровизированный туалет. И все хорошо. Тут женщина одна проживала. Лет пять назад. И она приехала сюда похудеть, по-моему. Я не буду брать такого города. Размер у нее был, наверное, 54-56. И она прожила полтора месяца на берегу моря. Люди ей приносили воду, яблоки, фрукты. Она сама ходила, что там покупала. Но питалась она, вы знаете, не поверьте чем, рапанами. Она ходила на глубину, собирала рапаны. И у нее были целые гирлянды. И ее палатку самодельно украшали рапаны. Она всем раздаривала эти браслеты. И она похудела до 50-го размера. Я, конечно, удивляюсь смелости и отваги этой женщины. Ведь потому, что ночью мы могли все, что угодно с ней сделать. Но вплоть до того, что, ну, уже не будем говорить об изнасиловании, но элементарно даже об обкрасть. Но отважная прожила полтора месяца. И она такая добрая, открытая душа. Я думаю, когда человек такой добрый, открытый, к нему плохое не притягивается. А вокруг него хорошие люди. И мы ей притащили какие-то там навесы для этого бунгало. Ей сделали самодельно. И продукты ей приносили. Вот такой случай был в Сочи. Можно жить. Видите, практически не имеет даже денег. Все-таки с определенной целью приехала для похудения. Ну, вот что-то я заговорилась. Возвращаюсь назад. Вот такая получилась экранизированная прогулка. Кому понравилось, ставьте лайк, ребят. Ну, Дима занят. У нас стройка. Потом покажем результат этой стройки. А я вот решила пока вам после тебя побежаться. Откуда? Откуда тебя сюда занесло? Откуда тебе сюда занесло? Ну, нельзя трогать, она же. Ну, надо. Кто боится? Ну, матушка, она боится. Она еще может болеть? Ну, что, что болеть? Да. Ну, что ж ты от меня отворачиваешься? Я тебя снять хочу, а ты прям ко мне попой и попой. Ай, какая. Я быстрее, она быстрее. Так что не только чайки, но и утки. Какого только зверья не встретишь на Сочинском пляже. Сочинском пляже. Уже почти восьмой час. Семь часов восьмой час. И люди даже не думают домой уходить. А что жара спала, стало наконец-то комфортно сидеть, отдыхать. Ну, в общем-то, вот такая была прогулочка. Для тех, кто посмотрит, будет приятно вспомнить летние деньки на море. А для кого-то это будет как бы призыв к действию поехать к морю на бархатный сезон. Семь бата пока. Семь бата пока. Субтитры сделал DimaTorzok